Приветствую вас. Возьмите ваш вопрос. Вопрос звучит примерно следующим образом. Подскажите, как мне быть, чтобы я... Значит, подскажите мне алгоритм действий, которые помогут мне быстро добиться того, чего я хочу, и чтобы у меня сразу стало все хорошо. Вот так звучит ваш вопрос, к сожалению. То есть подскажите мне, как можно быстрее добиться того, что мне нужно, и чтобы я уже была спокойна, чтобы все было хорошо. Вы говорите о том, что у вас много сомнений в голове. Сомнение – это неуверенность в себе, неуверенность в себе, это недоверие по отношению к себе. И в какой-то степени это обесценивание получается своих собственных чувств и желаний. И вот этот момент, момент того, что вы обесцениваете свои собственные чувства и желания, и является, собственно говоря, основной проблемой вашей, которую и нужно решать. То есть решать нужно именно эту проблему, проблему недоверия самой себе. Дальше. Семья. Вот вы много достаточно говорить о том, что хотите большую и дружную семью. Зачем? Чтобы чувствовать себя защищенной. Семья всегда нужна для того, чтобы чувствовать себя защищенной. Вы хотите чувствовать себя защищенной. Но вопрос возникает в том, от кого или от чего вы хотите чувствовать себя защищенной. Что, иными словами, вам угрожает? К чему восходит ваше желание, к чему восходит ваше желание, ваша, если угодно, потребность в семье? И вот с этим нужно разобраться, потому что людей вы здесь используете, по сути, как средство. Наоборот, что вы обесцениваете в какой-то степени свои чувства, да, указывает и еще один немало важный, я надеюсь, момент. Связан он этот момент вот с чем? Вы пишете о том, что коллеги, вашим коллегам 36 лет. А вам, соответственно, 23 года. Казалось бы. Да, казалось бы. При чем здесь, вот, ну, при чем здесь? Это. Я вам отвечу. Это здесь, при том, что вы согласитесь к более взрослому мужчине. Вы даже говорите, я вот жду, когда все изменится, и мой парень повзрослёт. То есть, по сути, ну, кроме того, что это. Это, откровенно, восприятие человека, как средство, да, то есть, вы его не принимаете таким, как он есть. То есть, вы ждете от него больше чего-то, вы требуете от него чего-то, чего-то больше. Ну, вот это, что само по себе, конечно, является, на мой взгляд, проблемой. Потому что, ну, отношения, любые отношения, они все-таки устраиваются на, так скажем, принципах, в первую очередь, безусловного принятия твоего партнера. Вот, если этого не происходит, то отношения становятся, мягко говоря, нездоровыми, мягко говоря, проблематичными, мягко говоря, ну, как бы, сослотничными. Становятся такого, такого рода отношения. Вот, и это необходимо, на мой взгляд, учитывать. При, ну, вот, при формировании своей модели победения, при формировании своей стратегии победительства. Опять же, как правильно сказал мой коллега, вы можете устраивать отношения с кем угодно, вы можете устраивать отношения как угодно, но, как бы, есть, у всего есть последствия, и в данном случае, к сожалению, или к счастью, эти последствия, они таковы, что вам необходимо что-то менять. Вот, и вот, от того, готовы ли вы что-то менять, ну, собственно, зависит дальнейшее ваше, ну, будущее ваше отношение. Вот, а это то, что, то, что я могу вам сказать, опираясь на, ну, на вашу информацию, скажем так, да, опираясь на то, что вы нам предлагаете. Опираясь на те сведения, которые, которые вы предоставили. Соответственно, обратите внимание, что вы не задаете свой вопрос. То есть, вы просто говорите, как быть, но, простите, как быть, чтобы что? Понимаете, да, почему возникает ощущение, ощущение, что вы просто хотите, вот, чтобы все проблемы, ну, чтобы все проблемы разрешились, да, и все. И чтобы вам не пришлось, как бы, ну, нервничать, переживать и так далее. Это все-таки немножко не та позиция, немножко не та модель поведения, немножко не та модель отношений, который может помочь вам выстраивать эти самые отношения более, скажем так, ну, более корректно, да. Вот, потому что я бы здесь говорил о том, что подрослеть нужно не молодому человеку, который рассуждает вполне себе здраво, на мой взгляд. А подрослеть здесь нужно в большей степени, наверное, вам, потому что вы перекладываете ответственность за то, что вам хочется на, собственно говоря, другого человека. Так что вы прикладываете ответственность за то, что вам нужно на мужчин, которые находятся рядом с вами. На мой взгляд это позиция, ведущая, ведущая именно вас, именно вас, совершенно в тупиковое направление, на мой взгляд. Да, потому что это зависимость от человека, это зависимость от другого человека, она будет, будет в силу ряда причин, она будет использоваться не во благо, она будет использоваться, вам говорит, потому что люди будут чувствовать свою власть над вам, и использовать эту самую власть. Не потому что они какие-то плохие, а просто потому что по-другому, к сожалению, люди не умирают. Ну, это такая достаточно распространенная история в жизни любых отношений, и к этому нужно спокойно относиться. Вот, потому что, ну, все мы люди, и, как бы, у всех у нас есть, в какую-то степень, да, свои какие-то, ну, какие-то неидеальности, какие-то грехи, вот, и, собственно, нет, 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 человека, не, ну, без, а, а, кристизиана, вот, в данном случае, нужно понимать, что давай людям почувствовать свою власть над вами, давай людям, а, ощутить свою власть над вами. Вы оказываете себе, я бы сказал, достаточно серьезную такую медвежью услугу, потому что отношения к нам строить будет достаточно сложно. Ну и последнее, наверное, на что я хотел бы обратить внимание, на то, что вы всегда вас тяготите к более взрослому партнеру, это значит, что самостоятельно вы хотели бы вести себя в большей степени, наверное, как ребенок. То есть это будет больше тяготить именно к поведению ребенка. А это значит, что вы сами, скорее всего, ощущаете себя, может быть, недостаточно взрослым. Я это все говорю не для того, чтобы вас как-то унизить. Я это все говорю только для того, чтобы вы лучше понимали, что происходит. И чтобы вы отдавали себе какой-то отчет вот в том, какие у вас на данный момент есть проблемы и как эти проблемы можно и нужно решать. Вот, в принципе, то, что я хотел бы вам сказать. Сейчас мы пройдем с вами по вопросу. Нет. Нет. Вашему, значит. Так. Сейчас полночатый город, мне 23. Ну, опять же, здесь может быть такая история, что просто-напросто у вас... произошла перестановка ценностей, вот. То есть в том смысле, что вы могли измениться, вы могли стать другой, да, то есть вы могли совсем иначе начать воспринимать своего молодого человека. Вот, и себя в том числе тоже. То есть многое могло изменить, если вы достаточно рано начали, ну, выстраивать отношения, да, если вы достаточно рано начали строить отношения. С людьми, с людьми. О, смотри. Человек. 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 Поэтому тут, конечно, такой достаточно важный момент, на мой взгляд. Вот. А, в принципе, наверное, на этом все, что я хотел сказать. Я сказал. Надеюсь, это помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Надеюсь. Желаю всего. Подписывайтесь. Желаю! И�몇. Вы можете применить, насколько ними жиль Продолжение следует...